Разрешите вам представить основные наши результаты по изучению флорогенов в организированных методах. Цель наших исследований заключалась в изучении флорогенов в организированных методах в организированных маншафтах. В рамках этой цели было поставлено несколько задач, основные из них. Представлено на данном слайде. И заключались они в выявлении видового состава в анализе формы графических городов в Яцтканском региуральном мире шести городов, расположенных на территории Государственной Республики. Ижевск, Глазов, Сараков, Оттинск, Машгар и Камбарка. Вторая задача заключалась в выяснении характера и особенности трансформации флорогенов в исследованных городах. Ну и в анализе основных путей адаптации флорогенов в графитах к условиям урбанизированной среды. Под формами графитов города мы принимаем исторически обусловленную совокупность видов водных и заходящих в воду в крупных и древних и неволоженных глазах растений вне зависимости от систематического положения. Закономерно встречающихся на воду веждах водных котопах, в филёрх организированного лошадка на территории города, в пределах администрации территории города. Вновь я покажу карту. 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 Вновь я покажу воро. Вновь я покажу карту. обидно представленных на территории Глазова с характерными для данных подобных видами, но на территории Сарапова не настолько широко. Гидрофейная флора в Машге показывает не меньше сходства с флорой и жестом, но не 45%, и не больше с флорой Сарапова. Значение коэффициента сходства с флорами других городов изменяется в пределах от 47 до 50%, что также демонстрирует зависимость флорического состава изучения флора не столько от размеров городских территорий, сколько от наличия и разнообразия места обитания зелья и хоккорридов. Дифференцированный подход к аморизу флоры указывает на существенное различие в сексомическом составе двух групп, выделенных на основу классификации жидных флорографитов водного ядра и прибежных для него группаментных флоры, из которых последний более чем в 4 раза превосходит водное ядро по числу видов. Тогда как, по нашим данным, во флорах разный порядок, соотношение вида водного ядра и прибежного водного компонента различен, ни в одном из них эти группы не достигают ста практики от состава флорных графитов городов и регионов в целом. Наибольшая полнота состава флора характерна для Ижевска на уровне 81% и почти 86%. Наибольшая полнота выбрена для МОЖГИ на уровне 18,8% и 42%. Если вновь обратиться к значению коэффициента общности ЖКР, рассматривая флор, то можно заметить некоторые интересные особенности. Представленные на слайде лица, в левой и нижней части переделы значения коэффициента ЖКР для полых флорных графитов, рассматривая флор, а в правой и верхней части только для водных ядер этих флор. Полужерные выделены значения коэффициента, имеющие более высокий уровень для водного ядра, по сравнению с полной формой мигрофитов городов. Интересно, что значения коэффициента общности ЖКР, рассчитанные только для водного ядра, изучив флор городов, в основном оказались ниже, чем значения, рассчитанные для полных флор. Это свидетельствует о непостоянстве состава гидрофита в территории разных городов и относительно инсерватизме в составе удержанного компонента. Иными словами, гидрофита, составляющая водное ядро флора гидрофитов, в большей степени зависит от представленности на территории города определенных экотопов и обуславливается их конкретными свойствами, такими как глубина, проточность, прозрачность, особенности его режима, характер дна, излезность, деговорение, концентрация диагентов, загрязняющих ищетных экотопов. Тогда как приближноводные ядрения демонстрируют погодные зависимости и способны произрастать в широком спектре, в широком диапазоне влажных, сферых, заболачивающихся и обойденных экотопов. Эта разница проявляется еще более рельефно, если анализировать фору графитов, рассматривая их городов в отдельности. Покажем особенности городской форуры, но графитов на примере одного из этих городов, на примере шестого. В пределах этого города исследованию подвергались водные объекты разных городов типа и происхождения, которые были объединены в 7 групп независкотопов. Это водохранилище, жесткое водохранилище, или какие-то называют водохранилище, а неверо-печные каналы, русло, плебежья, рек, лучи, лучи, выходы групповых вод, а остаются рек, пруды, пруды, попали, техногенные отзоры и гидридральные далина. Согласно полученным результатом флора водных объектов города Ижевска на счет 257 видов, у него 124 воды и 62 семейства. Это составляет 68,35% от ядового состава флоры макрофита Вятско-Камского предуралия в целом и 85% от флоры макрофитов Горобилев региона. Водное ряду флоры вдоль дома в городе Ижевска насчитывает 49 видов из 72 родов 15 семейцев. Как и во всей флоре макрофита Вятско-Камского предуралия, ведущая в этом списке с большим отрывом стадии семейцев является семейство детонаций. Одна причина состоит в половину видов, известных для ребенка целых в 19 лет. Следуя за ним, на второй и третьей позициях оказывается семейство имминации и иммиграции, включающих в 4 вида, то есть в 4,75 раз меньше, чем первое семейство. Семейство имминации спускается со второй и третьей позиции в токсономическом специи реводного ядра всей флоры Вятско-Камского предуралия. На шестую и одиннадцатую позицию имеются в составе всего лишь два вида из числа гидрофитов. Это батарахиум церценатум и батарахиум мифофилиум. Наиболее обученными из числа гидрофитов из Жевска являются семья, отмеченных на всех либо на шести из семи выделенных типов сезоногатоков. К числу очень редких для территории Ижевска относятся 24 вида гидрофита, отмеченных лишь для одного из семи типов языкотипов. Два вида в настоящее время включены в Красную книгу в Мужской республике, в этом гидрофитове «Святый Чахат» и «Святый Чахат» и «Святый Латанс». Анализ активности видов, рассматриваемый нами в понимании Бариса Александровича Юрцева, позволю распределить гидрофиту по пяти ступням активности. В первой ступени особоактивные виды относятся четыре вида из группы «Онагогидрация» , три высокоактивных вида, и в целом семь видов, отнесенные к двум верхним ступеням активности, составляют более 14% обводных гидрофитов, основанных флора им и на трижи, ведущая роль в зарастании двух пространств голода. Достаточно большая группа неактивных видов, их 25 насчитывается, это больше половины суставов флоры, что свидетельствует о привлеченности многих гидрофитов к строго определенным типам токотоков, их невысокая встречается на территории города. Это может быть также обусловлено и низкой перераженностью гидрофита в действиях отдельных факторов. Значительную группу составляют также малоактивные и среднеактивные виды, в сумме составляющие около 15% процентов. Группа прибрежно-водных растений объединяет 208 видов. Наиболее стремительными, как и во всей форме графита Вятско-Канского фигуралии, является семейство аспирации по акциям, а аспирации занимают третью позицию по 12 видов. Как видим, и в этом случае произошла некоторая трансформация семейственного гидрофитового состава флоры, заключающаяся, прежде всего, в потере своих позиций такими семействами, как аспирация, романкуляция, юмкация, полигонация. Особо активных или высоко активных видов, то есть относящихся к первым двум ступеням активности, среди прибрежно-водного компонента флоры, графита города и жеста, немного. Четыре вида из числа гилофитов, которые визитно-привиателе, францис-австрали, стефон, стиполе и кефротифоле, и два вида из числа гиброгилофитов, гилофитов, халикс-авкута и илиокаликс-полюспис. В остальных экологических группах видов, относящихся к беженым ступеням активности и мер. Таким образом, прибрежно-водная составляющая флоры вредных объектов города расформирована в основном за счет средней и низко-активной длины. В составе прибрежно-водных макрофитов и жеста три вида включены в Красную книгу в Мирской республике с критикой категории вертости. В экологической структуре флоры макрофитов города Ижавска заметно при обладании прибрежно-водного и околоводного компонента, в сумме составляющих почти восемьдесят один процент от выреки на медовом составе флоры. Есть и восемь видов. Настоящее водное растение составляет всего девятнадцать целых семь сотых процентов от флористического состава. Следует отметить, что этот показыватель оказался значительно ниже, чем при рассмотрении флоры в водоемах в ягцаханского фридурале в целом, где доля гидрофитов составляет двадцать пять процентов. Это условием, по-видимому, как с обрезнением и трансформацией характерных ягодных растений из-за обитания ее главного ландшафта, так и неполнотой представленности на территории жестко-экотопов из-за гидрофитов. Выявленное соотношение эко-групп подчеркивает уязвимость водного гидрофлора и в целом достаточно высокую толерантность подополитным фактором группы и вежливых водных и оконаводных растений. В географической структуре флоры в водоемах в ягцах прослеживаются те же ступономерности, что и в основном графике в ягцаханского гидрофитов в целом. В географическом гидрофитов прежде всего они заключаются в меньшем участии в сложении флорума графика фижерска в целом, а также в ее водном гидре видов европейского и евразиатского распространения и соответственно относительно большей долей галактических и плюризовальных видов. В структуре прибрежного водного компонента флорума графика фижерска существенных отличий от флоры и дураль в целом не выявлено. В зональном аспекте основное отличие географической структуры флорума графиков и дураль состоит в меньшем участии в водном гидре флоры макрофитов и жерсток видов бариальной группы гидроэлементов и в полном отсутствии видов южного распространения. В то же время участие в сложении флоры города и жерсток гидрофитов с плюризональным и более регионального распространения заметно выше по сравнению с флорумом графитов предуральными и в виду водного гидра. В прибрежном водном компоненте флорума графита фижерска выявлено уменьшение доли южных видов за счет отсутствия макрофитов имеющих на крайне юге региона северную северную область распространения которая не достигает широк фижерска выявлены особенности географической структуры флорума графита фижерска указывают на уязвимость ускоряемых видов прежде всего гидрофитов которые в городской флоре имеются замечаются видами имеющими более широкую область распространения таким образом флорума графита фижерска слышно имущественное виды широкого распространения как в региональном так и в зональном аспектах приведенные исследования показывают достаточно высокий уровень флористического богатства гидрофимного компонента изученных городов этот показатель связан не только с тем вредящие в составе изученной флоры являются широко распространенными и достаточно обычными на всей территории Вятско-Камского гидрофимного но также и с наличием футболизированного ландшафта отходящих для водных приблизных водных как естественных так и искусственных многие виды встречаются на территории городов достаточно редко в силу предпочтения или специфических местопитаний расположенных как правило хотя и в пределах города но вдаль от городской застройки относительно хорошо сохранившихся от настоящего времени и потому рассматриваемых нами в качестве своеобразных рефлугиумов сохранение которых должно способствовать устойчивому развитию городских аквальных эпосистем важнейшими структурными и функциональными компонентами которых является сообщество магазинов и на 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 Спасибо.